Чтобы вы понимали, именно вот так на Алтае закладываются все архитектурные сооружения. Снегоход сломался ночью. Твои варианты, что ты делаешь? Забить коле. У тебя выхода нет, ты на улицу не выйдешь. У нас сломалась рулевая рейка. Поставить основание. Все, здесь будет дом. Костер дает тепло нам на входе, а лапник дает тепло земное. Выкопал на руку, кинул все, что есть. Лег, переночевал. Дальше доснимаю. Ну, если еще проснусь сегодня. Киску мы прям шлифанем. Строительная тема у нас даже здесь. Друзья, вы не поверите, но сейчас за окном у нас середина марта. И вот такая вот интересная погода. Сегодня мы с друзьями едем в тайгу. Вот в этом видосе вы видели нашего товарища Ивана. Мы к нему сейчас собираемся, заряжаем снегоходы и выдвигаем в тайгу с ним. Возможно, что-то мы построим. Возможно, покопаем снег. Я пока не знаю, но главная наша задача, это просто немножко перезагрузиться перед строительным сезоном. И тайга, она для этого прям соблаговолит. Ну, мы приехали к Ивану, в его дом. Сейчас я вам покажу, куда мы направляемся. Смотрите, за этим деревом. Видите, огромная гора. Нам надо уйти за нее направо и за дальний перевал. Короче, в район Телецкого мы прям. Именно тайга перезагружает мою систему полностью. И хочется снова трудиться, работать. Надеюсь, в этот раз у нас получится снять классный видос. Ну, а вы оставайтесь с нами. И, если не сложно, друзья, поставьте лайк и небольшой комментарий какой-нибудь нам в путь. А вот, кстати, Иван. Помните этого товарища? Я вас тоже помню. Хозяина тайги. Ладно, идем. Готовы? Мы добрались до Карагайки. Ай, прелесть, да? Бородинский? Да хоть какой. Самоделаешь? Сало? Обижаешь, конечно. Ты не уростил сам, да? Не, но она живая. То есть мы ее не режем, брат, сало срезаем. Мы, как в пчеловодстве, излишки меда берем. Тут тоже нарастает. Сало ел? Вот, поэтому мерзнут ноги. За это ноги мерзнут. Свинья их вообще не чувствует теперь. Вань, ну мы же еще не в тайге. Нет. Сейчас в частинку выйдем, увидишь. Понял. Мы в частинке. Ага. А вот они, две китрушки стоят. То есть все, тайга начинается? Да, вот сейчас поедем в ту Синь. В Сидеву вот поедем. Там тайга. Да, там тайга, да. Она, честно, для меня всегда какая-то новая. Сейчас новая дорога. И мы так не ездили раньше. Да, новая дорога, новая тайга. Вот это шадринская грива. Мы через нее пойдем. Понял. Поднимаем, поднимаем. О! И раз! Оп! Раз! Казалось бы, находимся на поле. Вообще ничего страшного. А вот слетели и все. Сейчас чекер завяжем. Цепанем за Ямаху. Короче, в гору, видишь, поднимаешь, твердый грунт снегоходовской. Твердый. Да. Он на жопе едет, а лыжа поднимается. Лыжи просто он едет куда хочет. И все, там просто надо либо на морду садиться, прижимать лыжи, да. И потом, да-да-да, он будет еще рулить. А так, вообще, он поднялся бы, если бы вот морду прижать. А так, что, двойную цепку сделал, и все, двойной цепкой все дурк, и все поднялся. Под двойную я вижу, не нагрузка. Я даже проморозил, он хороший, все твердый, но... Думаю, я не знаю, ты ездил. Ну вот. Просто я видел, у тебя вызовут. У меня багажники, знаешь, сколько вес это? У меня поэтому и Дэн сидел сначала. Я хотел еще в начале этого перевала Дэна спустить, чтобы он там сел в нарты. Я первую горку поднялся, говорю, ну нормально, вроде, более-менее. А потом она пошла повыше, 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 и все уже. Ну я не за лыжи поднимается. И она все начинает уже, все, тэк, и уже пофигу, и там уже уже так уже. Все, мы на перевале. Ну это Шадринский перевал. А мы там переваливали, Синюшный перевал. Ну это там Седловинка была Синюшная. Перевалим сейчас Шадру, спустимся и на Устебень. По Устебенье пойдем, по Притвору пройдем, как раз, где река подходит близко к горе. Да, 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 я помню. Вот, Притвору пройдем, через Киску перепрыгнем, и все, и мы уже в Поляки выйдем. И больше города сминовались. Не, главное Киску пройти хорошо. Конечно. Киску мы прям шлифанем. О, я люблю, я люблю так. Это место, где мы будем работать? Да. Так, разгружаемся. Ребята, завтра с утра мы вернемся на это место. Именно здесь мы будем завтра собирать, что-то собирать, что-то копать, что-то собирать. Прям тесло, ага. Завтра задача какая у нас, скажи? Завтра задача у нас раскопать снег, докопаться до земли, забить коле металлические. Вот, кстати, вот они. Забить колушки. Забить колушки, поставить основание. Из основания потом уже собрать нам уже каркасник для... Амшаника, да? Для будущей пасеки. Строительная тема у нас даже здесь. И она такая на позитиве, на расслабоне. Давайте теперь встретимся утром и начнем эту работу. Все новое, начинается с нового. Конечно. Так, все, давай топим баню и топим дом. Да, да, да. Так, свет у кого есть? У всех. Свет у всех есть, пойдем. Где лопаты? На снегоходе лопаты. Нет, там Ванька где лопаты. Какая? Ну, ес, где лопаты. Они там остались, там копать-то надо. Мышами не пахнет. Душком? Ну, Вань. Где дерево? А, супер. Здравствуй, дом. Здравствуй, жилое помещение. Вань, это будет крылатой фразой. Смотри, что, смотри. Давай. Здравствуй, жилое. Мясо. Я вот, вот, во что, во что, вот в это я не верю. Это икорка. Это мед. Это икра. Икра. Икра кабачковая? Я не понял, когда вы тут икру ели. Это щучья икра. А вот так вот, он щучья. Кстати, щука очень вкусная. Так, идем за водой. Не все вошли в снегоход. Открывай кондейку уже. Посмотрим, там что-нибудь плавает, нет? О, чистейшая родниковая вода. Родниковая вода. Не замерзает никогда. Откопал ее зимой? Достав водицы ключевой. Держи, братан, мешай. Да я дойду, уже езжайте. Пойдемте, теряли. Идем с родника, друзья. Вот так мы отдыхаем. И это является самым классным отдыхом на самом деле. Я не знаю, видите ли вы этот домик. Но из двух труб, банной и домашней печи, летят искорки. И это очень радует. Потому что сегодня будет банька и сегодня будет теплый домик. Это классно. Хорошо замело в тайге. Представляете, вон наш дом. Смотрите, внизу. Обычно по пояс где-то до этого окна. Банечка. Ой, что она опять дымит у нас? Она горит. Она горит? Она не дымит. Она горит. Вот соски поцелуй. Закрой. Закрой, закрой. Там уже много. Погоди. Ты не туда встанешь. Зима начинается. А ведь март. Сейчас шлычок и работать, да? Да. Да. Скажи, пожалуйста, вот время час. Почему мы не едем работать? Время не час. Время 8 утра. 8, да? Да. Снегоходы вон заметенные стоят. Только рассвело. Только проснулись. Кофе попили. Сейчас поедем. Все, хорошо. Мы вернулись на то же место. Сегодня будем здесь копать ямы. Что мы строим, Вань? Окно, дверь, гвозди, сучка-резка и фейерверки. Вот такую избушку надо построить в ближайшее время, да? Вот это все узлы главные. Это скобы, завязки. Все понятно. Ну, надо начинать? Конечно. Чтобы быстрее прийти к фейерверку. Здесь будет дом построен. 12-метровый. У тебя диагонали не сойдутся. Нет. Нет. Нормально все. Я там вруди. Друзья, чтобы вы понимали, именно вот так на Алтае закладываются все архитектурные сооружения. Все, здесь будет дом. Копаем? Копаем. Строим. Ну все, поехали. Снимай плодородный слой до глины. Что-то земли-то нет. Поехали домой. Ты копай, копай. Обед не скоро. Насколько же нам углубиться? Все, земля? Земля? Где? Она входит как землю. Это же Фискарс. Копай, русский Ваня. Уже лопата ушла, а глубины нет. Вань, давай другое место найдем для стройки. Вместе снега. Да, да, да. Ты хочешь, чтобы мы сегодня 50 квадратов убрали? Это 50 кубов. Вот чем занимаются ребята в тайге. Я взорван танк. Научи куда стрелять, брат. Может, от Арина позвать? Давай позовем. Рустам! Э, копатель! Все! Там желта нет. Иди к нам. Здесь сало, хорошо. Огурчики. Слушай, какая-то тема у нас немецкая получилась в этом видосе. Моей любимой маме хочу сказать большое спасибо за подарок на 23 февраля. Мам, мне этот стакан очень пригодился в тайге. Спасибо тебе. В него очень много входит пивасика. Дошли до травы. Отправили Ваню в деревню за снегоуборочником. Сейчас он привезет его, и мы будем ему закидывать в лопасть, а он будет закидывать наверх. Не знаю, слышите меня нет, потому что тут ветер дует сильно. Копаем траншею вдоль линейки. Нам вот по тем следам надо все отмерить. А потом начнем забивать колышки по периметру. Для того, чтобы здесь уже построить амшаник. Надеюсь, сегодня что-то получится у нас. С чего начинается Родина? Открытки в своем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем двое. А может она начинается с той песни, что пела нам мать. С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнял. С чего начинается Родина? С заветной скамьи и поворот. С той самой березки, что в тополе, под ветром склоняясь, растет. А может она начинается с весенней запевки скворца. И с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? Ивана до сих пор нет. Прошло три часа. С момента, как мы отправили его за снегоуборочником, мы решили сделать небольшую... Это иглу называется, да? Или юрта? Юрта точно. Нет. На игла больше похоже. Иглу как-то и... Ну, напишите в комментариях, как это может называться. Я планирую этот коридор продлить. Возможно, сегодня мы будем тут ночевать. А, кстати, идея хорошая. Может, правда, сделаем? Значит, береза сухая рядом, костер зажгем. Давай, если сейчас получится выкопать, заночуем. Вообще, для понимания того, что реально ли ночевать в зимней землянке, снежанке. Здесь и не дует. Сейчас метель на улице. А здесь тихо и спокойно. Я думаю, если костерчик маленький зажгем, то будет тепло. И этого надо наносить сюда. На чем спать? Доски? Нет, этот лапник. Ну, или так. Лапник. Что, найдем? О, снежный человек пришел. Сейчас. Э, тихо, стой. Крышу не ломай. Нет, у вас вообще тут не как будто. Пасады, спать-то можно. Спать-то можно, но костер еще дни где жечь. Смотри, как не дует. Ты чувствуешь, как хорошо? Ты ни разу не копал так? Нет. Ну, вообще. Не, ну, такие большие. Я просто говорю, здесь на кого заставить? Мы на каракулы не ходили, не сдавали вот эти тесты. Я животник. Я инструктор по водному туризму. Так, каремат постели и не замерзли. Мы ночевали так. Кто на этих учился и... На кого на этих? На инструкторов по туризму и вообще это. У них зачет был перед экзаменом. Ты все снимаешь? Да. Нормально все рассказывать? Не буду больше рассказывать. Тем самым у них экзамен был. Уходят на ко дна каракулы, копают каждый себе такую же хижину и там ночуют. Как называется? Но они греются как-то. То есть, по идее, по идее, вон там на входе должен быть костер. Он должен давать тепло в салон. Свечку ставишь и все, делаешь вентиляцию. То есть хватает свечки что ли? Да, да. А что тебе еще надо? Ребята, которые рыболовы, они в палатке ночью рыбачат. Они ставят просто свечку и становится тепло от свечки. Да, да, потому что температура... Так, получается, нам хватит такого маленького костра? В центре мы костер не сможем разжечь. Костер разжигается на входе вон там. А я сейчас дырочку на крыше. Нет, это все, мы умрем. Я предлагаю разжечь костер на входе и нам тепло будет сюда бить. Ну вот смотри... Давайте сначала решим, ночуем мы сегодня реально, ну прикольно же, давайте забьемся. Да не прикольно это. Ты завтра будешь зомби. А, ну то есть всю ночь все равно не спишь, да? То есть она такая. Конечно, она будет такая. А лапника накидать, лечь, хорошо тепло. Я тебе говорю, каремат, каремат или он золотой. Ну так-то у меня уже печень подмерзает, я чувствую. Так у меня пятая точка тоже. Нет, почки, почки. Нет, а если снегу пройдет травы... Нет, надо лапник, лапник. Там все равно земля промерзшая. Лапник. Или лапник, но лапник тоже работает только при слое не меньше 10 сантиметров. Все остальное это все равно то же самое. Работает каремат. Лапник, да, работает. Что каремат 10 миллиметров хватает? Так он же полиуретан, он держит. Да там достаточно пяти. Конечно. И трешки даже. Друзья, давайте освобождать теремок, я буду докапывать до глубины. Я хочу больше сделать. Кстати, Дэн, делай колонны, упадет крыша. Сколько штук заложить? Какого сечения? Примерно вот такие вот. Все, понял. 30 на 30. Как свод в этом, чтобы был. Афилады надо и эракер. Обязательно. Спать будем за колоннами. Короче, сейчас лапника принесем. Сегодня тут ночуем. И это просто не потому, что у нас какие-то сложности, а мы хотим проверить себя на слабо. Вообще, сможем ли сегодня ночевать? Круто. Миха расскажет, как правильно разжечь костер на входе, чтобы было тепло. Без спичек. Нет, к сожалению, со спичками. Сейчас я докопаю, чтобы здесь могли вчетвером лечь. И сегодня ночуем. Ты как? Круто. Поддерживаешь? Да. Попробуем. Это вообще классно. Так, войдем, да? Ничего себе. Вот это ты, я, Миха, Ванька. Я тут зашел сюда. Такой раз, тепло. Нифига себе, я согреваюсь. Мы сейчас с Рустамом идем и делаем классную лежанку для сегодняшней ночи. Ты сегодня продумываешь, как правильно сделать костер, чтобы нам было тепло в этой берлоге. И еще, друзья, это оказалось, называется не иглу, а нора. Нора. Мне просто Миха рассказал. Я говорю, это иглу или чадыр, или там фиг вам? Он говорит, нора. Так, Рустам, идем за лапником. Как ты думаешь, как будет эта ночь проходить сегодня? Я думаю, все зависит от нас. Как все организуем. Костер, правильное лежание наше. Лапник, он уже нас спасет, конечно. Но главное, мы не одни, нас много, надышим. Вот наша сегодняшняя ночевочка. Что-то пока не жарко, да? Пока. Так надо надышать. Шторку не повесил, как надо. И шторку надо повесить, да. Давай серьезный вопрос. Вань, я знаю именно из твоей жизни, что однажды ты провел ночь под кедрой со сникерсом. Было дело. Это было когда? Это была осень, это было тепло. Ну да, был дождь, ну да, было сыро. Ну я ночевал под кариматом. То есть каримат на мне, подо мной и на мне каримат. Твоя история про то, что ты переночевал в тайге под кедрой привела к тому, что я уже третий год мечтаю, что мы просто возьмем и проведем ночь в тайге без дома, без палаток, без печки. Я не знаю, как это пройдет ночь сегодня, но для меня это что-то новое. Я уверен, даже мои дети будут смотреть этот видос и скажут, типа, пап, ну блин, это так клево. У меня такого не было никогда. Сейчас уже 11 вечера, мы разожгли костер, греемся, что будет дальше, я не знаю. Но я все равно побаюсь этой авантюры всей. Я переживаю только одно, что может потолок упасть. Короче, если еще добавить деревянные перекрытия сюда, бросить тропилки, там железо, потом с тегом накидать. Я гарантирую, что мы переночим. Печку сюда занести, трубу вывести вот тут в середине. Вот как мы ночевали на караколах. Если мы будем говорить всю ночь, разговаривать, то мы переночуем. Если мы не будем спать, да? Если мы не будем спать, о, разгорел, смотрите, костер горит. Классно. О, я чувствую, прям ноги греют. У меня прям сапоги изгибаются даже прям. Ну, даже не знаю. Форму, форму ног принимают. Сейчас мы надышим, будет тут тепло. Мы сейчас просто потолще снега. Вот это все примерно можно только в более интересном ракурсе в Михайловке организовать. С рыбалкой, с ночевкой. А, да. Ты понимаешь, куда я, к чему иду? Я за, я за. Друзья, Михайловка это то место, где, если вы смотрели наши таежные хроники, то это то место, где реально живут медведи. И они ходят вокруг, их много. И если этот видос наберет тысячу лайков, то мы это сделаем. Половим хари уже, переночуем, и будет вообще классно. Взял нормально, карематики все здесь постелил. А реально подготовиться, да? Ну, ну. И горилку взять. Ну, во-первых, когда это начинается, обычно готовится. Не вот так спонтанно. Ну, а что, представь, горилку маленькую поставил, поджег просто. Ну, а что нам-то надо переночевать, по кипяточке разжечь, там, поесть маленьким. Здесь будет жара. Ну, конечно, будет жара. Я вам сегодня буду, ну, я не знаю, сейчас как мы уснем, не уснем. Если не уснем, то я буду рассказывать, что происходит вообще вот просто. Ну, если вы заметите, что камера падает, значит, он уснул. Миш, для того, чтобы спать вот в такой норе, норе, да? Нужно быть реально раненым. Ситуация, возникла ситуация. Снегоход сломался ночью. Твои варианты. Что ты делаешь, чтобы переночевать ночью? Сразу залез в сугроб и уснул. Да. Выкопал на руку, кинул все, что есть, лапнику. Лег, переночевал. Утром встал, развел костер, если погода позволяет. Ты как считаешь, мы в этой берлоге сегодня сможем переночевать или нет? Да. Так вот сейчас ляжем и будем спать. У тебя выхода нет, ты на улицу не выйдешь. Сегодня я запускал коптер в небо и у меня руки окаменели. Я сейчас, скорее всего, собирал там пипец. Окаменели. Сейчас здесь я нахожусь с голыми руками и мне комфортно. Ложимся по кругу, голова на ноги друг к другу и спим. Все. Время 2.50. В этого раньше не верил, что костер может давать тепло сюда. Но здесь по ощущениям сейчас температура просто плюсовая. Завтра Ваньке покажу, как он храбит. Посмотрим, что дальше. Но лично я хочу сказать, что... Ну реально это держит. Температуру держит. Пацаны спят. И это один из факторов, что здесь реально комфортно. Переночевали. Скорый рассвет. Время 4 часа утра. Ну как бы... Да, это живет. Эта тема живет. Да, реально возможно так переночевать. Такой в Наре. Это выкопать снегу. Лапником застелить. Переночевать. Да, возможно. Реально теплее, чем на улице. Я не знаю, зачем мы это все замутили. Но я хочу сказать, что это просто крутейший опыт. Давайте, братцы. До утра. Утром я все расскажу. Все. Грубая. По фонарикам. Где моя спина? А вернусь на мою спину. А еще же весь день работать сегодня. Поехали в домик поспим. И отогреемся. Я не буду показывать свое лицо сейчас с утра. Ладно. Выходим, работаем. Потому что сегодня ехать еще нам далеко. Кости не шевелятся. Ну мы как, как пережили. Непонятно. Ребят, на улице-то как круто. Вылазим, парни. Эксперимент удался. Ну все, до свидания, берлога. Ты была очень уютная сегодня. Закономерный вопрос, Вань, который мне зададут зрители. Почему мы это делаем зимой? Зачем? Зачем мы это делаем зимой? Вот это все копаем снег. Зачем? Сейчас такой период зимний. Когда, ну, спокойствие, успокоение души. И делать сильно нечего. По идее. Но с приходом весны только начнет снег таять. Ребят, и работы будет очень много. Времени будет очень мало. Сейчас ни комара, ни мошки. Тепло, красота, погодка. Ну да, ну да, снег. Вот только, вот останавливает только снег. Мы строим чисто, без фундамента. Забиваем трубы. Делаем основание. Ставим каркас. Погнали. Работа кипит. Продолжение следует. Сколько метров? 1,70. Чтобы вы понимали, Миша просто геодезист. А в биске у него аппаратура. Держи трубу. 1,2,3,4,5,6,7,3,4,5,6,7,3,4,5,6,7. Пальцем вложить прям. Сейчас попьем. Ты припьешь еще, да? Да что, нормально. Распунило. 46 кубов снега убрали. Но это по официальным данным. По неофициальным 50 где-то примерно. Наше мероприятие потихонечку, очень плавно подходит к концу. И завершая его, я хочу все-таки, во-первых, сказать вам большое спасибо за то, что посмотрели, за то, что поделились этим видосом, за то, что оценили его справедливо. Не судите строго, конечно, многое снято просто в прикол. Мы расслаблялись, общались, балдели. Ну и сделали полезную работу, как вы видите. В конечном итоге, я считаю, у нас получилось как минимум перезагрузиться. Я думаю, вы уже поняли, что на этом месте скоро будет построена новая таежная пасека. И, кстати, друзья, кто досмотрел ролик до конца, еще раз говорю вам про ссылку на наш медовый склад. Там вы можете выбрать любой товар, который вам понравится. В этом году я хочу добавить туда позиции таежного меда, потому что я таежным не занимаюсь. Мой мед – это разнотравие. Какой вид открывается теперь у Ивана с его домика. Просто шикарно. Я сейчас покажу вам несколько кадров с коптера. Если видео вам понравилось, ну, я, конечно же, прошу оценить его лайком, комментарием и репостом. Это, во-первых, продвинет его в поисковой системе. Нас больше будут смотреть зрители. У меня поднимется мотивация для того, чтобы снимать больше такого контента для вас. Ну, а если он вам не понравился, то на моем канале еще куча разных интересных видосов. Например, по вот этим ссылкам вы можете увидеть разные таежные варианты. Ну, а если вас интересует только стройка, друзья, то для этого есть в разделе видео плейлисты, на которых можно прям выбирать по разделу, что конкретно вас интересует. Там есть и кровли, электрика, штукатурка, отопление, утепление и многое-многое другое. В следующем видосе мы, наверное, уже займемся с вами продолжением утепления нашего фасада. Поэтому не переключайтесь. До скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Пока. Для тех, кто досмотрел до конца, друзья, бонусом, я тебя буду тащить. У нас сломалась рулевая рейка. У тебя сам, я сам сейчас. У тебя 150 помогает. Сейчас будем тащить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну как? Рустам. Это незабываемое впечатление. Это первый наш опыт такой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова